Сегодня в спортивно-оздоровительном комплексе «Снежный» состоялись соревнования по метанию мяча в зачет городской спартакиады среди дошкольных образовательных организаций. Это было шумно и весело. Репортаж Альмиры Новоселовой. Веселые игры со снеговиком задали ребятам позитивный настрой на предстоящие соревнования. Но проверять силу и скорость без подготовки нельзя. Это знает каждый юный спортсмен. Поэтому зимний герой провел с ними разминку. Сегодня для малышей проводится второй этап спартакиады среди дошкольных образовательных организаций «Старт и надежд», на котором проверяется умение ребят метать мяч. Но чтобы выявить команду победителя в течение учебного года, детям предстоит показать свои способности в разных видах спорта. Каждый месяц будет проходить. В январе будут прыжки в длину. В феврале будет у нас папа, мама, я спортивная семья. Семейные команды будут выступать. И заключающим этапом будет у нас комбинированная эстафета пятым этапом соревнований за счет городской спартакиады дошкольных образовательных организаций «Старт и надежд». На соревнованиях малыши уже показывают результат, которому предшествует тренировочный процесс. Инструктор по физическому воспитанию занимается с ребятами, чтобы они достойно представили свой детский сад на городском уровне. Научить детей техники. Техника выполнения всех видов движения. Потому что любой вид спорта в первую очередь – это техника, качество, правильность выполнения. Только тогда, потом уже освоив все виды движений, можно, тренируя свои физические качества, добиться больших успехов. На этом этапе спартакиада отличились воспитанники детского сада «Ромашка». Лучшие результаты в индивидуальном зачете среди девочек и мальчиков показали малыши из этой дошкольной организации. Я хожу на борьбу, я хожу на физкультуру, хожу, бегаю, футбол, все. Ты спортивный мальчик? Да. А почему так важно заниматься спортом? Ну, потому что ты стоишь сильней, и еще ты стоешь крепче и лучше. Я занимаюсь катком, бегом, отжимаюсь, я хожу на метание, на физкультуру, на зарядку, в бассейн хожу. В общем, не упускаешь случая позаниматься спортом. А зачем это нужно делать? Чтобы он был злостным, красивым и еще был большим. Значительный вклад ребята внесли на счет своей команды детского сада «Ромашка», тем самым завоевав победу. Второе место заняла сборная «Сказка. Катюша» и заключили тройку лидеров юные спортсмены из «Волшебницы». Альмира Новоселова, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».